Меня зовут Сенатов Фёдор, я являюсь биомедицинским инженером. Мы занимаемся разработкой новых материалов, медицинских изделий для разных областей применения. Биопринтеры, технологии биопечати органов, тканей, эквивалентов тканей, тканевой пистолет для залечивания ран пациентов. Это инситу биопринтер, то есть принтер, который способен печатать на живом дышащем пациенте. Можно печатать кожу для запуска регенерации вследствие ожога участков тела человека. Биомедицинский инженер — это очень прикладная специальность, поэтому особый кайф получаешь тогда, когда твоя разработка начинает приносить какую-то пользу человеку, животному. У нас были разные примеры, когда мы помогали собакам, кошкам с травмами, с онкологическими заболеваниями. И каждый раз, когда нам ветеринары сообщают, что вот теперь эта кошечка может ходить, или эта собака может дышать, от этого получаешь особое удовольствие. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас запустим демонстрационную печать, модель щитовины железомышек. Для этого я должен загрузить программу в принтер, затем, так скажем, поставить туда бумагу. Загружены чернила, загружена чашка Петри. Теперь происходит процесс печати этого органа. Конечно же, сейчас мы печатаем не настоящую щитовидную железу мыши, а ее увеличенную модель. Вариантов развития у молодого человека в науке есть достаточно много. Можно развивать себя через академичную науку, писать классные передовые статьи, а можно попытаться уйти в то, что называется технопредпринимательство, и, например, дальше развивать свой стартап. И вот как раз, когда человек уже поступает в университет, он уже постепенно начинает понимать, а какая дорога ему ближе. Здесь у нас чистое помещение, здесь коллеги работают с живыми клетками, поэтому туда просто так зайти нельзя. Эта профессия подойдет тем, у кого есть мощный исследовательский дух, исследовательский интерес, кто хочет ставить множество экспериментов и пробовать свои собственные идеи, потому что многие как раз разработки, они базируются на каких-то неожиданных решениях, неожиданных идеях. В то же время, возможно, эта профессия не подойдет тем, кому более близко действовать по каким-либо уже заданным алгоритмам. Прежде чем у тебя получится сделать хороший образец, может пройти даже не один месяц, может даже несколько лет, но по факту, когда ты делаешь десятки образцов, а иногда сотню образцов, тебя это выбешивает, тебе это надоедает. Но когда в какой-то момент, наконец-то, с сотой попытки у тебя что-то получилось, тут ты уже, конечно, испытываешь классные эмоции. Но через это надо пройти. Если тебе удалось через это пройти, все, ты готов идти в большую науку. У меня нет своего рабочего места, я управляю кучей процессов, поэтому все время нужно быть в динамике. Тем, кто себя только сейчас ищет, я могу посоветовать не бояться пробовать. Начав что-то делать, поступив в университет, придя в какую-нибудь лабораторию, обратившись к какому-нибудь профессору, вам дадут задачу, вы попробуйте, но вам не понравится. Ну и ладно, отлично, у вас еще куча времени, идите в другую лабораторию, пробуйте там, возможно, вы захотите заниматься биологией, химией, уйти в IT. Сейчас множество различных вариантов, просто надо как можно раньше начать пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok